На прямой связи со студией депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Расим Алим, здравствуйте. Здравствуйте, Рав. За почти 30 лет оккупации Азербайджан не раз видел, как мировое сообщество закрывает глаза на преступную деятельность Армении в виде геноцидов, который проявлялся в виде геноцидов, экоцидов, культурацидов. Так какие же все-таки эффективные... Мы же поняли, что мировое сообщество, да, не обращает внимания. Так какие же можно применить эффективные методы для получения международной все-таки правовой оценки вот этим действием? Смотрите, совсем недавно, когда в очередной раз армянские журналисты, политики, набросились на Тейву Клара, это спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу, что, мол, вот смотрят сквозь пальцы на действия Азербайджана, гуманитарная катастрофа, ну, обычный набор. Тейву Клара сказал, что, а вообще вы видели, во что вы превратили Ахдам, что теперь вот с подобного рода претензиями выступаете. Так вот, вместо того, чтобы устыдиться армяне, а что же вы 25 лет, когда мы все это дело творили, нам ничего не говорили, сейчас вдруг вспомнили. Знаете, вот это какое-то такое деформированное сознание общественное, при котором они полагают, что для армян особое отношение, попустительство любым их грязным, противоправным выходкам, заранее должно быть проявлена снисходительность, а к любому их воплю, призыву мир должен тут же броситься, значит, на спасение бедных армян, которых, в общем, с Ятаганевыми, значит, со всех сторон. Турки стоят только и думают, как бы их вырезать. Вот примерно вот такое деформированное сознание и движет ими. Сейчас они заявляют о том, что нужно обратиться в Генассамблею ООН и с тем, чтобы там обязательно и Совет Безопасности, и Генассамблея рассмотрела, значит, гуманитарную катастрофу в Карабане. А четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые требовали вывод армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий, и на которые нагло плевала Армения, игнорируя их выполнение, это как? А две резолюции Генассамблеи ООН, в которых требование было сформулировано, о выводе, значит, было рассмотрим вопрос о ситуации на оккупированных азербайджанских территориях. И от армян требовалось вывести свои вооруженные силы из оккупированных азербайджанских территорий, и Армения нагло, значит, в вызывающей форме, игнорировала эти резолюции. И теперь у них хватает, значит, ну, бессовестности обращаться в ООН с требованием о том, что тут, значит, армянам грозит какая-то гуманитарная катастрофа, когда сами изгнали тогда с территории оккупированных 600 тысяч азербайджанцев, лишивших любой даже возможности жить на своей отче земле, в своих домах, значит, и в безопасности. Вот армянское отношение. К сожалению, я еще раз повторяю, находятся еще достаточно много сил, которые откликаются на подобные его рода армянские призывы, и уж так как Тево Кларк не ставит их иногда хотя бы на место. Ну, вот как раз, Арсен Малин, вот как вы сказали, что вот все, что вы описали вообще со стороны армян, это похоже на вот ту сказку о мальчике-пастухе, который кричал, что волки-волки, а в итоге, ну, когда третий раз это произошло, никто не поверил. И вот здесь возникает вопрос, что вот каждый переговорный процесс, который происходит между Азербайджаном и Арменией, заканчивается какое-то провокационное действие Армении. Это подробную деятельность в виде, может быть, в виде обстрела это может быть, это может быть в виде провоза какой-то контрабанды. В этот раз они прибегли вот к такой дезинформации, как голодающих каких-то сепаратистов, которые сами же себя взяли и как бы опровергли то, что они говорили своими же публикациями в соцсетях, где они выкладывают просто откровенно видео, где они едят спокойно, они находятся в кафешках и так далее. То есть возникает вопрос, когда же вот все-таки иссякнет вот эта фантазия Армении, которая уже более, ну, недейственна. И когда они придут к пониманию, что единственный выход из сложившейся вот этой ситуации, это подписание мира и в ответ протянуть просто руку, протянутую руке мира Азербайджана. Прав не иссякнет. Не иссякнет. Это уже черта национального характера. Ну, посмотрите, больше ста лет прошло с так называемого геноцида армян там в Османской империи. Они же до сих пор продолжаются носиться с идеей о том каких-то территориальных компенсаций от Турции, каких-то финансовых репараций от Турции. Они думают, что если они будут продолжать эту кампанию, то там в парламент, то здесь в парламент, то какая-то еще международная организация, то какой-то еще известный человек выступит, скажет, да, бедные армяне были геноцидированы, и, в общем, надо что-то, чтобы для них было сделано. Ну, они продолжают это делать до сих пор, даже понимая о том, что это абсолютно бессмысленное занятие. Ну, принял, значит, Соединенные Штаты Америки признали геноцид армян. Ну, и что дальше? Ну, раньше, до того, как они еще лоббировали это принятие, они думали, что это, ну, является инструментом давления на Турцию. Ну, приняли теперь, и этого инструмента у них нет. Но, тем не менее, эта возня продолжается, и я думаю, что будет продолжаться в том, что это превратился уже в некотором смысле, ну, в национальный спор. Они там, тут постоянно будут эти вопросы поднимать. Ну, и есть принципиальные вещи. Например, Международный суд ООН, если принимал, когда первое их, значит, обращение, было заявление обеспечить беспрепятственный, значит, проход через Палачинской дороги, ну, по той простой причине, что там стояли экоактивисты, которые создавали препятствия для этого движения. Второе решение, которое было принято, оно казалось о том, чтобы обеспечить бесперерывный проход. То есть контроль Азербайджана над своей границей, над входом и выходом на свою территорию, никто не оспаривает, и оспаривать нет никаких правовых инструментов. И это касается и нынешних обращений армян, потому что Азербайджан говорит, пожалуйста, есть возможность обеспечивать карабахских армян и газом, электроэнергией с подключением к азербайджанским сетям, и тогда Азербайджан за это готов нести ответственность. А то, что незаконно со стороны территории Армении почему-то перебрасывается, значит, на территорию Азербайджана газа и электроэнергии, и там происходят какие-то, значит, нарушения. Поставляют, не поставляют, происходят технические какие-то сбои, и почему-то Азербайджан должен за это нести ответственность. Нет, Азербайджан за это не несет ответственность. И точно так же обеспечение населения этого, ну, скажем, анклава, в котором сейчас проживают карабахские армяне, оно может вполне быть осуществлено, в том числе и с территории Азербайджана, из города Адамы. И я думаю, что эта линия будет продолжена. Нравится это кому-то или не нравится, но с реальными считаться им придется. Я благодарю вас за ваши ответы и напоминаю нашим зрителям, что мы обсудили выдуманную блокаду и голодающих сепаратистов с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым. Расимом Мусабековым. Расимом Мусабековым. Расимом Мусабековым. Продолжение следует...